Братья-месяцы Программа о названиях, приметах и преданиях 11 февраля По одному из календарей славяне отмечают Велесов день. Начало Велесовых святок, по народному месяцу слову Лаврентий. В этот день христиане чтят память святителя Лаврентия, епископа Туровского, XII век. Об этой дате на Руси говорили, Лаврентий в день то январем, то мартом потянет, и теплом приласкает, и морозом отдубасит. Это четко характеризовало погоду переменчивого февраля. На Лаврентия еще за Луной наблюдали и примечали, если Луна росла, погода этого дня простоит всю первую половину следующего месяца. Если же дата выпадала на Новолуние, такая погода будет во второй половине марта. Также считали, что Красная Луна к сильному ветру. Предсказывали погоду и по дыму из печи. Кроме того, 11 февраля молились Лаврентию люди, у которых были проблемы с глазами. Считалось, что этот святой может улучшить зрение и исцелить от слепоты. А по одному из календарей славяне отмечают Велесов день, начало Велесовых святок. Солнышко пригревает, весной пахнет, но еще не весна. Зима хоть и дала слабину, но свои права знает, и норов свой еще покажет. Это время посвящено Велесу. Если попросить человека, слабо разбирающегося в славянских традициях, назвать кого-то из богов, почти всегда будет назван Велес. Но мало кто знает о такой традиции славянской культуры, как Велесов день. Велес – бог мудрости, искусства, богатства, торговли, колдовства, гадания, хранитель древних знаний и путей в Навь, проводник душ умерших. Он является заступником у людей. Он – ипостась Рода Всевышнего в мире Нави, царь и хранитель иномирья. Будучи богом богатства, выступает силой Рода Всевышнего через сварага проявленную, которая наделяет людей мудростью, знанием и достатком. Велес ходит между тремя мирами и зачастую в Наве пребывает, дабы напомнить душам, что вправь идти нужно. Он – опекун волхвов, ведунов и жрецов. Люди, ведущие от него, получают дар, с помощью которого в миры иные бестелесные путешествовать могут, чтобы мудростью обогащаться. Его святки связаны с гаданием на будущий урожай, человеческую судьбу и приплод скота. На праздник Оладея так называют велесовые святки на Украине. Группа велесовых жрецов, одетых в вывораченные тулупы, со звериными масками на лицах, заходили во дворы, в конюшни, хлеба, прорекая славы богам и молитвы велесу о здоровье домашних животных. А когда наступала пора выгона скота на пастбище, люди шли на святилище вместе со своими стадами, чтобы осветить их и принести жертву покровителю скота велесу. Жертвовали велесу травы, зерно и молоко, все, что нужно для выпаса и богатых урожаев, поскольку велес является еще и помощником земледельцев. Когда созревало зерно, в поле делали велесовые бороды, то есть жертвовали богу-хранителю снопики золотых колосков. В честь этих бород пели обрядовые песни. Это пожертвование называлось сотой, дадим десятину отцам нашим, а сотая на велесово, говорится в велесовой книге. Десятая часть отдавалась на содержание храмов, старейшин, волхвов, а сотая – для принесения пожертвований во время обряда. В том большая мудрость, поскольку кто частицу на дело нужное отдать жалеет, то и целого не одержит. Велесов день традиционно отмечается в последний месяц зимы. В народе считается, что бог велес ходит по лесам, селам и городам, дудит волшебную дудочку, осматривает все, допримечает что да как и людям помогает, если надобность в том есть. И несмотря на кузни Марены зимы, которые напускают на землю холод и стужу, все отчаянные попытки остаться на земле и править, Марине не удаются. Велес всегда придет на помощь к людям, и все вместе они одолеют и стужу, и Марену зиму. В этот день проводят много обрядов, связанных с плодородием и здоровьем домашнего скота. Женщинам принято постукивать мужа доской для придения льна. Это сулило коровам быть ласковыми и послушными. Также на требе приносят коровье масло. Поскольку считалось, что зима напускает болезни и мор на домашний скот, так как злится, что ей осталась всего половина ее власти перед приходом теплой весны, на селах проводили обряд со скотиной. Ее окропляли водой из ведер, дабы смыть болезни и напасти. Был еще обряд. Выбиралась повещалка, ряженная в специальный фартук. Проходя по дворам, женщины омывали руки холодной водой и вытирали их о фартук повещалки. Затем, обойдя все дворы, повещалка направлялась в сторону из села с криком «Ай! Ай!». За ней следовали женщины в рубахах с распущенными волосами, вооруженной сковородками, вилами, косами. Таким образом, из селения выгоняли дух коровьей смерти, дабы та не подкосила поголовье с наступлением будущей весны. О Велесе рассказывают разные сказы. И о Велесе буйном, и о Велесе лукавом, и о Велесе коварном. Бродя меж миров, встречаясь с разными людьми и удивительными существами, Велес слыл могучим, сильным и мудрым. В его власти колдуны и ведуны, почти все лесные звери, а в помощниках – волки. Застранствия великие посчитали Велеса и покровителем путешественников, а любимый образ могучего Велеса – хозяин леса медведь. На славянских праздниках Велес – частый гость, любит появляться именно в образе бурого, могучего медведя. Велеса представляли себе и странником с посохом, и юношей босым, разъезжающим по городам и селам. Кому-то Велес представлялся мудрым, думающим и ведущим богом, а кому-то – веселым, задорным, молодым человеком с разгульным характером. Бог власти, мудрости, колдовства – Велес отлично знает людей и может проникнуть внутрь, завладев душой и мыслями человека. Он насквозь видит их тайны и будущие поступки. Не зря Велеса и чародеем называют, ведь кто попадал под его чары, не мог устоять. Но не только губительной являлась сила могучего Велеса для тех, кто попадал в его власть, но и целительной, ведь кто кроме Велеса наставит на путь истинный и поможет с мудрыми советами. День Велеса – чудесный славянский праздник, когда зима бушует, а весноробка прячется, он придает славянам сил, вселяет надежду и любовь в их сердца. Велес – мудрый покровитель и встречается тогда, когда необходимо принять важное и смелое решение, когда необходимо здраво оценить ситуацию и повернуть колесо жизни в нужном направлении. Встречая этот славянский праздник, помните об этом и Велес вам в помощь! Братья-месяцы Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok